Тема сегодняшней лекции Развитие философии в век науки и просвещения Это 17-18 век Первый вопрос Достижения науки в 17 веке Наука в 17 веке достигла поразительных успехов По мнению Бертрана Рассела На книгу которого я опираюсь Но новое время начинается в 17 веке Самыми великими учеными того времени были Иоганн Кеплер Галилео Галилей И Исаак Ньютон Астрономы долго не признавали Гелеоцентрическую теорию Коперника И упорно настаивали на истинности Геоцентрической теории То есть так как в Библии Так как Библия свидетельствовала в пользу Геоцентрической теории И только Кеплер Первым из крупных астрономов Признал гелеоцентрическую теорию То есть с точки зрения гелеоцентрической теории Земля вращается вокруг Солнца А с точки зрения геоцентрической теории Солнце и звезды вращаются вокруг Земли Ну вот почему Потому что по Библии Именно так что Солнце и звезды планеты Вращаются вокруг Земли Вот так их считали до Коперника А Коперник сказал что наоборот Земля вращается вокруг Солнца Наконец эти сведения Что Земля вращается вокруг Солнца Нашли практическое подтверждение в экспериментах Так вот Кеплер открыл законы вращения планет Согласно которым планеты движутся вокруг Солнца По эллипсам В одном из фокусов которых находится Солнце Голландец Иоанн Гипперстей Изобрел телескоп Но именно Голилей первым Применил телескоп для исследования звезд То есть Начались эмпирические исследования С помощью телескопа Ньютон создал закон всемирного тяготения И добился полного триумфа науки Авторитет Ньютона Может сравнить с авторитетом Аристотеля По типу личности Ньютон был теоретиком Он входил в парламент Но политическая жизнь его вообще не интересовала За все время которое он находился В парламенте он сказал только одну фразу Закройте форточку Дует А так помалкивал Ему было неинтересно Политическая жизнь Потому что политическая жизнь это для спикеров Рассеянный был Ньютон Ну и так далее Наука невозможна без приборов и экспериментальных исследований Галилей изобрел термометр И значительно усовершенствовал часы Его ученик Торричелли изобрел барометр Уильям Гилберт Публиковал книгу о магните В 1600 году Уильям Гарвей открыл кровообращение Публиковал это открытие В 1628 году Левенгук открыл сперматозоиды Ну с помощью опять микроскопа Одноклеточные организмы и бактерии Все эти научные принципы представляли угрозу для религии Противоречили Библии Поэтому теологи и священники были встревожены Эти научные принципы изменили Представления о месте человека в мироздании В средние века земля считалась центром небес И все имело целью служения человеку В Ньютоновском мире человек оказался жалкой тварью Которая ползает на второстепенной планете Эта планета вращается вокруг второстепенной звезды Размеры этой планеты и звезды не превышают размеров булавочной головки По сравнению с огромными космическими расстояниями Но торжество науки возродило гордость за силу человеческого разума Татары и турки перестали угрожать Европе А европейцы быстро богатели и становились господами всего мира Европейцы почувствовали себя счастливыми людьми А не несчастными грешниками Как в средние века Следующий вопрос Философия 17 века Фрэнсис Бэкон Стал основателем индуктивного метода В науке Бэкон боролся против засилия дедуктивного метода Изобретенного Аристотелем Ну я напомню Дедуктивный метод он принимает аксиомы И из аксиом выводит теоремы Ну как в геометрии А дедуктивный метод наоборот Опирается на данные полученные в эксперименте На основе их составляют гипотезы И проверяют эти гипотезы в эксперименте То есть индуктивный метод от частного к общему А дедуктивный метод от общего к частному Ну то есть Бэкон обосновал использование экспериментов в науке В этом и его заслуга Бэкон боролся против засилия дедуктивного метода Изобретенного Аристотелем И широко применявшийся в схоластике Геометрия Евклида является образцом применения Дедуктивного метода Бенедикт Спиноза попытался построить даже этику С помощью дедуктивного метода По примеру геометрии Ну конечно глупая цель Невозможно построить этику на основе дедуктивного метода И дедуктивные и индуктивные методы успешно применяются в науке Но именно индуктивный метод Бэкона стал философским основанием экспериментальных исследований Без которых был невозможен триумф в развитии современной науки Рене Декарт считается основателем современной философии На его взгляды большое влияние оказали физика и астрономия Декарт пытался создать заново законченное философское здание Ну то есть до него это сделал Аристотель Подобного еще не случалось со времен Аристотеля Он обладал превосходным литературным стилем В области математики Декарт создал аналитическую геометрию И изобрел систему координат Философию он пытался построить с помощью дедуктивного метода А исходной аксиомой или врожденной идеей В процессе логического вывода он считал истину о том что Я мыслю, следовательно я существую Вот аксиома философии Ну конечно все это чепуха Сегодня это устарело Устарело Философия в 18 веке Следующий вопрос Лейбниц создал математические исчисления бесконечно малых Не зная что эту же работу ранее выполнил Но не опубликовал Ньютон Последующий спор относительно приоритета Стал позорным для обеих сторон Лейбниц сказал что наш мир это лучший из всех возможных миров Джон Лок создал теорию познания или гносиологию И стал основателем эмпиризма То есть доктрины согласно которой все наши знания Возможно исключая логику и математику Выводится из опыта Таким образом вопреки мнению Декарта Платона и схоластов Он считал что не существует врожденных идей Лок критиковал теорию наследственной монархии И был сторонником теории общественного договора Таким способом он объяснил происхождение государства Согласно теории божественного происхождения государства Которую можно найти у Роберта Финнера Бог даровал власть определенным лицам И восстание против них является не только государственным преступлением Но и Бога от субчинства Согласно теории общественного договора Этого Джона Локка Люди заключили общественный договор По которому правитель должен наводить порядок И следить за исполнением законов А граждане передают королю часть своих прав Например, право на самосуд и кровную месть То есть, когда возникло государство Люди потеряли право на самосуд и кровную месть Только государство может мстить А не сами люди Самосуд и кровная месть сегодня это уголовное преступление Если король выходит за рамки этого договора И совершает произвол То граждане имеют право свергнуть тирана И выбрать другого правителя Локк сформулировал главную либеральную идею Идею разделения верховной власти На три ветви Законодательную, исполнительную и судебную Чтобы предотвратить злоупотребление властью Эта идея возникла в Англии стихией на входе борьбы между королем и парламентом Монтескье в книге о духе законов Развил далее идею о разделении властей Монтескье обобщил опыт англичан по созданию разделения властей Отцы основателей Конституции США Доработали проект Монтескье Улучшили английскую модель И создали систему Сдержек и противовесов Внутри верховной власти То есть Отцы основатели Создали Новую форму правления Представительную Демократию Это великое Англо-американское изобретение Джордж Беркли Приобрел Значение Философии Благодаря своему Парадоксальному Отрицанию Существование Материи Это утверждение Он доказывал С помощью Остроумных Аргументов Которые На самом Деле Представляли собой Уловки Он утверждал Что материальные Объекты Существуют Только будучи Воспринимаемыми На возражение Что дерево Перестало бы существовать В том случае Если бы никто на него Не смотрел Он ответил Что Бог Всегда Видит все В том числе И дерево Таким образом С его точки зрения Вещи Это комплексы Наших Ощущений А на самом деле Существуют Не вещи А только Наше Сознание В этой Мысли Сформулирована Суть Теории Субъективного Идеализма Эта теория Увеляется Неверной На самом деле Существует Только Материя А сознание Это свойство Высокоорганизованной Материи То есть свойство Мозга Человек Идеи Идеи Беркли Развивал Далее Дэвид Юм Чьи идеи Стали тупиком Развитие Философии Так как Он стал сторонником Агностицизма То есть теории О принципиальной Невозможности Познать окружающий мир Так как По его мнению Окружающего мира Не существует А существует Только сознание И ощущение Человека Следующий Философ Жанжа Круссо По типу личности Он был психологом Поэтому Он стал Отцом движения Романтизма Суть Этого течения Состоит в том Что Его представители Имели склонность К чувству И к сочувствию А не к использованию Разума И абстрактного Мышления Чувства Представители Романтизма Были бурными И искренними Романтик мог Искренне Пролить слезы При виде Бедной Крестьянской Семьи Но он оставался Холоден К хорошо продуманному Плану Улучшения Участи крестьянства Как Класса По мнению Романтиков Философ Должен жить В деревне Сюжет Их литературных Сочинений Напоминает Сюжет Глупых Бразильских Сериалов И состоит в том Что Бедный И добродетельный Крестьянин Возделывал Клочок земли И не нуждался В торговле Но он Потерял Свою землю Из-за Долгов А его Прекрасная Дочь Была Вынуждена Встать На путь Порока Безнравственный Лорд Воспользовался Их трудным Положением Психологи Романтики Были Прекрасными Писателями И умели Вызывать Сочувствие Читателей И популяризировать Свои Непродуманные Идеи Руссо в течение Длительного Периода Своей Жизни Бедным Бездомным Бродягой Часто жил За счет Богатых Женщин Служил Лакеем Умел Вызывать Сочувствие Людей И отвечал им Черной Неблагодарностью Например Однажды Он своровал Дорогую ленту У своей Хозяйки Кража Была Обнаружена И он Свалил Вину На молодую Служанку Которую К тому же Он Очень Любил Ее имя В первую очередь Пришло ему В голову В своей работе Исповедь Он заявил Да Я вор Но у меня Доброе сердце Психолог Движение Романтизма Это восстание Против Разума Руссо Предлагал Вернуться В золотой век В первобытное общество Эти рекомендации Стали Бесполезной Попыткой Восстания Против Прогресса И цивилизации Еще одной Утопией Еще одной Глупостью Руссо Критиковал Неравенство И такие Великие Изобретения Как частная Собственность Земледелие И металлургия Руссо Предлагал Вернуться К естественному Состоянии Вольтер По типу Личности Был спикером И значит Более Здравомыслящим Поэтому он Подверг Критике Взгляды Руссо Вольтер Заметил Что вопреки Рекомендациям Руссо Вольтер не хочет Хайдит На четвереньках Как Обезьяна И предпочитает Пользоваться Услугами Хирурга Вольтер Был создателем Пьес И энтузиастом Театра А Руссо Стал критиковать Его за это Потому что Дикари Никогда Не играли Пьес После Землетрясения В Лиссабоне Вольтер Высказал Сомнение Что провидение Правит Миром Руссо Высказал мнение Что жертвы Землетрясения Сами виноваты В своей Гибели Потому что Жили В семиэтажных Домах А не в пещерах Как Дикари Вольтер Считал Руссо Злобным Сумасшедшим А Руссо Назвал Вольтера Трубадуром Бесчастья Руссо Страдал Манией Преследования Последние годы Жизни он провел В нищете И его смерть Была похожа На самоубийство Представители Немецкой философии Это Иммануил Кант Иоганн Фихте И Георг Вильгельм Фридрих Гегель Они боролись Против Агностицизма И романтизма Чтобы обеспечить Возможность Познания И спасти Добродетель От этих Разрушительных Учений Немецкая Философия Вернулась К схоластическому Тону То есть Опять К схоластике Как в средние века И Отказывают Опоры На эмпирические Исследования В этом состоит Ее главный Недостаток Представители Немецкой философии Доказывают Свои Философские системы Только с помощью Абстрактных Философских Аргументов Но этот Путь Представляется Бесплодным Для Познания Бертран Рассел Не считает Канта Величайшим Из философов Кант По типу Личности Был Техником Поэтому Никогда Не был Женат И в жизни Он был Педантом До такой Степени Что Соседи Проверяли Точность Своих Чусов Не по Кремлевским Курантам А по Времени Когда Он Хлопал Дверью И шел На Прогулку Кант Писал Свои Сочинения Скучным Академическим Казенным Стилем Кант Писал Работы По Естествознанию По Теории Землетрясений Ветра О Происхождении Солнечной Системы Из Туманности Тем Самым Он Предвосхитил Гипотезу Лапласа Кант Поставил цель Обосновать Законы Морали Неволи Бога И Общественной Потребности А вывести А вывести Из самой Морали Путем Дедуктивного Логического Вывода Такая попытка Является По моему мнению Бесполезной Так как Законы морали Можно вывести Только из Общественной Потребности В контроле Над поведением Людей Из Потребности Сделать Это поведение Предсказуемо Например Кант Рассуждая Что занимать Деньги Это Плохо Так как Если Люди Не будут Занимать Деньги То денег Не останется Таким же образом Он осуждал Воровство И убийство Ну да Если люди будут Воровать То Воровать Будет Некого Ну глупость Такие рассуждения С точки зрения Здравого смысла Представляются По меньшей мере Странными Да глупость Он написал этот Кант Шесть томов Я Их прочитал И не нашел Ничего ценного В его Идеях Ух 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 Ух